Приветствую вас, друзья! Сегодня, как и обещал, я вам расскажу про ту дисциплину, которую мы будем проводить у нас в Вязьме на стрельбище и, возможно, сделаем ее универсальной и будем стрелять в том числе с огнестрельного оружия. О чем идет речь? Назвали мы ее Вязьмский бенчрест. Итак, задача была основная – уйти от той концепции экстрим бенчреста, которая сейчас повсеместно превалирует во всех клубах. Почему? Ну, потому что раньше, когда мы ориентировались на экстрим бенчрест, была задумка, что все наши рейтинговые соревнования Кубок Атаман, Чемпионат России, соревнования региональных клубов, которые проводили по данным мишеням свои турниры, они войдут в некий общий рейтинг и мы будем на международном уровне соревноваться с нашими коллегами из-за рубежа. Михаил Горелик, в частности, с Ассоциацией Стрелковой Соединенных Штатов Америки, по-моему, обговаривал все это дело, АССА, по-моему, она называется. И вот в рамках этой ассоциации было принято решение, что мы будем стрелять по этим мишеням. Но в силу ряда причин, как мы все понимаем, все вот эти радужные планы, они, естественно, канули в лету. И, откровенно говоря, дисциплина экстрим бенчрест в том виде, который она есть, она не адаптирована под наши реалии. То есть мы ее скопировали с какими-то нюансами, ни целиком, ни под копирку, как говорится, но, тем не менее, со всеми ее недостатками. И, в частности, вот лично я считаю, какая основная проблема у этой дисциплины, это ее мишень. Дело в том, что даже теоретически 250 очков и 25х с нее выбить нереально при любом уровне оборудования. То есть настолько мелко эта мишень. Поэтому первая мысль была уйти от этой мишени совсем. Ну, мне показалось, что она слишком мелкая, и хотелось ее увеличить в размерах. Ну, чтобы не выдумывать от себя, но было принято решение отмасштабировать по дистанциям стандартную мишень номер 7 для пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки. Она разработана для 50 метров, есть угловые размеры ее зон зачетных, и поэтому мы просто по дистанциям ее экстраполировали и получили ряд мишеней. Для того, чтобы определить, подходят эти мишени или нет, надо, естественно, провести большой пласт практической работы. И было принято решение закинуть эти мишени для разных дистанций, для разных винтовок, для разных боеприпасов в чат по заводчике на точность. Для того, чтобы стрелки на разных дистанциях ее отстреляли, мы собрали информацию и решили, подходит или нет. То есть у нас изначально была концепция, что будет очень много классов, и дистанции будут 50, 60, 80, 100 и 115, по-моему, метров. Вот изначально были подготовлены мишени для этих дистанций, и стрелкам в калибре 4,5 было предложено в зависимости от энергетики отстрелять на 50, 60 и 80 метров. Также я предложил мишень для 100 метров отстрелять в классе открытый и спортивный, ну, в заводчике на точность. А сам занялся определением дистанции для малокалиберной винтовки и для полнотелой. То есть было принято решение изначально объединить в один класс малокалиберную винтовку и пневматику, которая стреляет тяжелым полнотелом. Ну, потому что результаты уже вплотную приблизились, а так как возникли проблемы с патронами, почему бы не сравнить, в конце концов. Дать людям такую возможность, тем более, достаточно большое количество стрелков стреляет и так, и так, и почему бы им не дать такой шанс. Стреляю валовым патроном специально, вот этим, не самым точным. Ну, чтобы любой стрелок имел шанс выбить результат. Я, ну, вот как изначально задумывал, чтобы все стреляли также в общем зачете. Ну, вот у нас пока дискуссионный момент, то есть по классам разделять или делать общий зачет. Так вот, теперь по результатам, в принципе, подобных соревнований, по стрельбе по подобным мишеням, нужно выбрать некое среднее, которое выбивает каждый класс. Ну, и для этого вот мы как раз и простреливаем разные дистанции. Мелкашка сейчас пока лидирует, но вот по заочке, если взять, то есть 230 не редкость. Стреляют в основном за 220 и выше. Полнотел тоже приближается к этой цифре вплотную, и поэтому будем объединять их в один класс. Ну, и будут стрелять они на одной дистанции. Ну, для того, чтобы уравнять шансы, надо снизить результаты в этих классах. То есть дистанцию сделать дальше, чем для спортивного класса. Спортивный класс, там высоким результатом считается выйти за 220 очков, ну, а в среднем стреляют где-то 208-210. Вот я сейчас хочу валовым патроном, чтобы у меня был результат, ну, средний, приблизительно, гипотетически, где-то в этих пределах. Ну, на 110 метров я уже отстрелял, сейчас буду стрелять на 120. Поправку не знаю, сейчас эмпирическим путем буду стрелять. Но также я сделаю сейчас две группы по пять. Посмотрим, какой в среднем получается результат, и уже от этого будем плясать. Ну, и, собственно, получили мы большое количество результатов, начали их анализировать, и выяснили, что для 50 метров слишком мало, для 100 метров это тоже получается. Ну, то есть здесь получилась обратная ситуация. А теперь выбить максимальный результат уже особых трудностей не составляло. Это тоже было чрезмерно. И мы решили пойти другим путем, приняв соломоновое решение, и взять за основу мишень, которую мы экстраполировали для 80 метров, и пробовать уместить в формате А3, так как это у нас было у Кетаман. Но изначально все-таки сохранить ту концепцию, чтобы мишень отличалась, чтобы она была все-таки не экстрим-бенчерестовская. Там размер икса, по-моему, 5 миллиметров. Для дистанции 100 метров я считаю, что эта мишень слишком строгая получается. И получить высокий результат намного сложнее, чем, допустим, как я стреляю на 80 метрах в легком классе. Там, допустим, эта мишень плюс-минус удобоварима, и для 80 метров, я считаю, она подходит идеально. И у нас, в принципе, по размерам плюс-минус все подходило. Но мы пошли немножко другим путем. Увеличили размер икса до 7 миллиметров, и просто расположили мишень на формате листа А3. Также у нас есть тренировочная мишень, которую вы можете скачать, для того, чтобы тренироваться в себя, если нет доступа к формату А3. Соответственно, с мишенью мы разобрались. Взяли за основу мишень номер 7 и просто адаптировали ее под наши реалии метрической системы. То есть, уйдя полностью от концепции мишени экстримбинчереста. Но самый прикол заключался в том, что когда начали подгонять мишень под лист А3, я просто взял и приложил мишень за очки к нашей мишени, которую мы растягивали. Получилось, что они практически совпадают. И тогда, сев и проанализировав ситуацию, я понял, что создатели экстримбинчереста пошли тем же самым путем, что и я. То есть, они взяли мишень номер 7 и экстраполировали ее для дистанции 70 ярдов. Потому что экстримбинчерест состоит из двух отборочных матчей на 70 ярдов и один матч чемпионов или финальный на дистанции 100 ярдов. И, соответственно, мишень экстримбинчереста представляет собой ничто иное, как мишень номер 7, которую просто увеличили в угловых размерах для дистанции 70 ярдов. Вот такая вот интересная метаморфоза получилась. При разработке же правил я ориентировался в первую очередь на заочку на точность. Вообще, я считаю, что, в принципе, ее концепция на сегодня, ну вот ее можно взять, наверное, за основу для проведения чемпионата России. Это та заочка на точность, с которой мы стреляем. Здесь много классов, большое количество участников, не меньше, чем на чемпионате России. И надо сказать, что участники заочки, которые стреляют ее уже не первый год, они выросли в том плане, что приехали на сегодняшний чемпионат России и там выступали и показали достаточно высокий результат. Это говорит о том, что вот эта тема, она работает. И от нее отказываться, конечно, не имеет никакого смысла, и наоборот ее брать за основу. Но, опять же, мишень там используется экстримбинчерестовская. Опять мы пляшем вокруг. То есть, дистанцию увеличили, мишень оставили ту же. Ну, мне кажется, это не совсем правильно, поэтому вот решили немножко подкорректировать. И плюс в формате заочки мне нравится стрелять на 80 метров из калибра 4,5. К сожалению, в кубке «Атаман» используется в легком классе мишень, которая используется в «Анлим» классе БР-25. И она же мелкашечная мишень на 50 метров. И дистанция 50 метров. И, соответственно, вот если я стреляю в калибре 4,5 БР-25 и плюс легкий класс, то получается мне приходится стрелять одно и то же несколько раз, только под разным названием, несколько лет уже проводится по этим правилам. И вот апогеем того, что мы делаем все правильно, является то, что в этом году стрелков в легком классе просто не набралось на зачет. То есть люди приехали издалека, а по факту там 3 человека даже не набралось. И легкий класс отменили. Отменили именно потому, что это то же самое, что «Анлим». И поэтому стрелки стреляли только «Анлим» вместе с калибром 5,5. И надо сказать, что там тоже имеет смысл. Поэтому в качестве альтернативы наша дисциплина, я думаю, будет с вашей помощью. В том числе развиваться. И, может быть, мы ее попробуем протащить на другие крупные турниры, может, и на чемпионат России. Чем в черт-нишу. Во вторую очередь ориентировались на стальной Супер БР. Его изюминкой является то, что нет разделения на классы, есть только дистанции для каждой мощности, пульки, энергетики. Там 60, 80 и 100 метров. А мишени одинаковые, только на разных дистанциях стоят. Потом все это вместе сводят в единую таблицу и один победитель. Тоже интересная концепция, но тут тоже она неоднозначная. В том плане, что если, допустим, у стрелков все получается, и они начинают доминировать, то их все устраивает. Как только возникают какие-то сложности, сразу идет масса критики. Дисциплина неоднозначная, и мы решили тоже использовать данный концепт. Но скажу так, что это не окончательный вариант. Это вот мы сейчас турнир только будем проводить в таком формате. И все будет зависеть от участников. Ну и нет никаких проблем по классам все это разделить. И в том числе отделить тематику от огнестрела. Так как коллаборации с клубом 22ЛР в том виде, которым я бы хотел, к сожалению, не получается. По объективным причинам, связанных по большей части с организацией самих мероприятий. И с предоставлением, скажем так, безопасности стрелкам, чтобы они не потеряли оружие, присутствуя на каком-то там полулегальном стрельбище. То есть, все-таки огнестрел надо проводить на закрытых спортивных объектах по всем правилам. Тут я с ними согласен. И, к сожалению, ту концепцию, которую я изначально планировал, она не срастается. Но в то же время в открытом классе мы малокалиберную винтовку и пневматику будем стрелять на данных турнирах вместе. Ну, посмотрим, что из этого, по крайней мере, получится. Третье, на что я ориентировался, это малокалиберный F-класс. В том плане, что мне эта дисциплина очень нравится. Но там есть ряд нюансов. Я оттуда хотел взять концепцию подсчета очков. То есть, изначально, ну вот мы планировали эти большие мишени, стрелять по 15 выстрелов в мишень, потом все это дело считать, сделать два таких матча. Но когда начали стрелять, выяснилось, что нет. Все-таки малокалиберный F-класс стреляет на более дальних дистанциях, и там нет вот этих вот сдвоек-строек. Если они есть, они единичные. У нас уровень стрелков сейчас очень сильно вырос, и даже на 100 метрах там такое месиво получается, что посчитать это все очень сложно. Где 15, там 11, хрен поймешь. Поэтому мы ушли от концепции малокалиберного F-класса, оставили вот такую вот мишень. Тестируем мишень для новой дисциплины. Уже не знаю, какая там версия. Ну, надеюсь, финальная. Уже можно что-то показать. В общем, изначально планировалось отмасштабировать мишень номер 7, которую стреляют на 50 метров с малокалиберной винтовки для разных дистанций. Попробовали, постреляли. Оказалось, мишень слишком крупная для 110-115 метров. Решили ее уменьшить, чтобы она поместилась на лист А3. Взяли для 60 метров, которую мы отмасштабировали. И что у нас получилось? Практически мишень экстрим бенчереста. Ту, которую мы стреляем в заочки, в кубки атамана. Вот это называется пройденный круг. Она отличалась только на толщину линии. Прикинув, выяснилось, что мишень экстрим бенчереста это та же мишень номер 7, которую стреляют в пулевой стрельбе на 50 метров с малокалиберной винтовки, только отмасштабирована для 70 ярдов. Потому что у них отборочный тур идет на 70 ярдах. Поэтому мишень такая. Все оказалось очень просто. Но мы сейчас играемся размером мишени. Хотим сделать ее, чтобы она чуть-чуть все-таки отличалась от той, к которой мы привыкли. В плане того, чтобы увеличить размер десятки. Но хочется выбивать максимальное количество очков. А размер мишени для 100 метров, как мы стреляем, 110-115, на 146 метров мы в заводчике стреляли. Он все-таки мелковат получается. Поэтому сделали чуть больше. Но вот сейчас буду стрелять, посмотрим, что получится. Вот 110 метров у нас тестовая мишень. Два пристрелочных здесь. Чуть подрастянуло. Сейчас на 10 метров перемещаю, на 120. То есть изначально как бы задумывалось на 120 метров эту мишень поставить. Ну давайте посмотрим, что получится. Стреляю СК Стандарт. Вот эти, которые там 51,8 грейн, взвешенные, отобранные. Не самый высокоточный патрон, но в этом и смысл. Ну что, очень неоднозначные результаты получились у меня. Сейчас вообще штиль. Никаких отрывов нет. Все только по вертикали от разброса патрона. По ветру никакую поправку не вносил. Стрелял, целясь в X. Прицел Vortex Strike Eagle кратность 25. Ну это стандартная кратность, на которой стреляют эту дисциплину. В основном она больше, но 25, я думаю, есть у всех. Видно все прекрасно. Пробоины видно. В серой зоне их видно тоже. То есть по насыщенности мы уже третий раз меняем эту зону. У меня на 120 метрах получился результат лучше. И по кучности, и по очкам. Не знаю, почему так, но трудно будет сейчас убедить, уменьшать дистанцию. Скорее всего, оставим 120 метров. Ну вот у нас 120 метров. Здесь у нас стройка. 2 икса. Здесь у нас получается 47 очков. То есть 3 потери. Здесь у нас получается 4, 5. 5 до 3 так. 4, 5. 5 до 3. 8, 42. 42 и 45. Ну в общем будем думать. А, стоп, каких 40? Ну все правильно. Здесь икс даже есть. Ну здесь вертикалит от патрона. Разбрасывает. Вот кучность в принципе. Ну вот так. Так, простреливаю легкий класс на свои винтовки. Параллельно стреляю в заводчику. Дистанция 80 метров. Наклеил мишени заводчики поверх нашей мишени. Вот отстрелял 3 матча. Это пристрелка 1, 2, 3. Сейчас сниму и отстреляю вот эти 2 мишени. Потом закончу заводчику. Так, 2 центральных мишени отстреляю на камеру. Так, 2, 3. Ну вот так. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 4. 2, 3. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Последний слажал Выносил где-то по сетке полуделения Дистанция 80 метров Вот так это выглядит Единственный такой здесь нюанс Это техника стрельбы Вот я уже перехожу Я уже перехожу непосредственно К правилам данной дисциплины Особенностью Вяземского бенчереста Будет являться то, что мы Каждый выстрел Стреляем с переносом То есть первый выстрел сюда, второй сюда, третий сюда Ну или в другой, любой последовательности Главное, чтобы подряд в одной мишени Не было двух выстрелов Это значительно усложняет ситуацию И не дает вам возможности пулеметить Поймав одну кондицию У вас идет постоянный перенос Даже если вы поймали кондицию Вам приходится переносить по всему листу А3 Это значительно усложняет задачу Для того, чтобы уравнять шансы всех А то бывает такое Одна смена там словила кондицию Долбились, получили там чудесные результаты И все Второй смене, которой не повезло С ветром У них возникают проблемы Поэтому стреляем по одному выстрелу Но также пять зачетных Каждый должно быть Здесь необходимо Какую-то тактику применять Для того, чтобы не сбиться Я для себя решил Распечатать вот эту вот мишень В формате А4 И просто отмечать каждый выстрел Ручкой после каждого выстрела Ну делать такую отметку выстрела Это сродни F-классу То есть я все равно сделал реверанс В сторону F-класса Но только большого А не малокалиберного Будем считать, что некая изюминка Здесь присутствует И вот 27 числа мы планируем провести Первый турнир Пока В формате единого зачета То есть у нас там три класса Легкий вармент Тяжелый вармент И открытый класс Легкий вармент Это у нас калибр 4.5 Весь какой есть Они стреляют на дистанции 80 метров Тяжелый вармент Это у нас калибр 5.5 Весь, но пуля только валан И класс опен Это все полнотелые винтовки Любого калибра Включая малокалибренные винтовки Особенностью является то, что мы стреляем С любого положения То есть не обязательно Со стола это делать Те, кто привык стрелять лежа Будет стрелять лежа Я скорее всего буду стрелять Либо На 80 метров со стола С пневматической винтовки Либо лежа с малокалиберной винтовки Еще я пока не определился с этим Ну и Любому, кто захочет приехать Тоже надо будет выбрать В каком классе участвовать Сейчас мы проводим Единый зачет Но в дальнейшем Данную дисциплину Мы планируем Проводить и среди огнестрела По крайней мере Эти правила Спокойно подходят Для ланкастера И для малокалиберной винтовки И вполне возможно Что в скором времени Если все срастется Мы будем проводить Эти сменования Отдельно от пневматики По огнестрелу По этим правилам На дистанции 120 метров В отдельных, естественно, классах В принципе Это все, что я вам хотел сказать Зарисовочки Вы видели, как мы что делали Как это все получалось Правила в описании Ссылочка на форму регистрации Также в описании В первом комментарии Заполняйте форму Есть у нас целая неделя еще Для того, чтобы определиться Мы вас ждем Спасибо за просмотр Пишите комментарии До новых встреч Пока